Центральная библиотека все больше удивляет своих посетителей разнообразием интересных мероприятий. Специально для любителей и ценителей приятных ароматов библиограф Марина Андрианова пригласила коллекционера духов Марию Гончарову. Вот сейчас мы стоим и шлейф аромата витает в воздухе. Это необычно, это здорово. Мне кажется, что чем разнообразнее будут наши мероприятия, тем лучше и интереснее. История духов насчитывает несколько тысячелетий. Запах свежескошенной травы, цитруса, базилика. Многие ароматы дошли до наших дней из глубокой древности. Мария Гончарова коллекционирует винтажные духи уже много лет, а любовь к необычным ароматам возникла еще в юности. С тех пор духи стали частью ее жизни, неким своеобразным хобби. Духи для меня это не атрибут ежедневный, а произведение искусства. Мне интересно, как парфюмер соединил компоненты. Мне интересно, что он хотел этим сказать. И хотел ли вообще. Или это какой-то массовый заказ. Количество духов у Марии трудно сосчитать. Конечно, со всей ее коллекцией гостям познакомиться не удалось. Она бы просто не поместилась в этой комнате. Но самые необычные запахи прошлого века им не только показали, но и рассказали историю их создания. Находясь среди винтажных ароматов духов, словно переносишься в эпоху того или иного запаха. Например, в этом флаконе чувствуются ароматы цитруса, а в этом нотки ландыша и жасмина. И все они созданы в 20 веке. Гости познакомились с запахами шанель, ланком, герлен, которые также входят в коллекцию Марии. А главное, что всем удалось найти аромат на свой вкус. Мне понравился запах фиалки. Рассказали, что аромат фиалки, к сожалению, нельзя натурально использовать, потому что он не передается. И поэтому только искусственными путями. Мне очень понравился запах. Действительно уникальный. А старшее поколение знакомые ароматы окунули в теплые воспоминания прошлых лет. У меня детские впечатления, потому что вот сейчас такое разнообразие флакончиков. А вот когда, так сказать, я была ребенком, ну их там было 5-6. Но это было так интересно рассматривать. Вот такие старые духи, как Пиковая дама. Потом был одеколон Кремль, который в виде Спасской башни. Ну и, конечно, духи Красной Москва, которыми душились все женщины. А сотрудники библиотеки уже придумывают новые проекты, героями которых становятся интересные люди и интересные вещи. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Анастасия Воронина.